у нас сейчас на часах 7 утра 12 минут и я буду понемногу выдвигаться в сторону белоруссии еду я в лиду сначала там встречаюсь с отцом и мы будем ехать дальше вместе уже на украину на улице плюс один очень холодно немножко камера дружит очень холодно но сейчас машинка прогреется чуть-чуть и будем ехать расскажу вам как проходить посты загран потому что на машине нет вообще первый раз так что для меня это будет интересно ладно едем посмотрим что будет дальше итак в 7 утра у нас пробки сейчас я еду по улице у кумергес и всем утра здесь пробочки надеюсь это много времени не займет чтобы проехать все эти участки мне нужно заехать сделать ксерокопию центре города копий про который работает круглосуточно и оттуда уже выезжать за город извиняюсь друзья ничего не видно 7 27 я уже практически добрался ну что же 805 я выехал из вильнюса конечно и сильно удивлен какие пробки на объезд в вильнюс как много людей едет из пригорода просто я этого не знал ой ну все у меня сейчас финишная прямая к лидии полтора часа ехать пишет сто один километр это уже к саму лиду ладненько едем уже святая итак на часах уже 8 50 я на пограничном пункте в литве вышел пограничник собрал паспорта не знаю сколько там машин стояла 10 и у всех десяти он собрал паспорта и сейчас мы ждем что будет дальше не знаю первый раз по времени 10 11 это уже белорусское время по литовскому 9 11 получается примерно ну 25 минут грубо говоря прошел паспортный контроль в литве все хорошо пришел парень собрал паспорта там как я говорил и все и потом машины машины подъезжали просто получали паспорта сейчас вот тут сразу белорусская граница стоим ждем что шипуете дальше я думал еще ехать куда-то тут сразу блин 300 метров и белорусская белорусская граница пп беняка не здесь я уже нахожусь ну ладно посмотрим сколько это займа займет времени поскольку тут очередь ну стоит стоит очень к сожалению и так на часах 10 09 по литовскому времени я уже выехал из белорусского пограничного пункта на паспортном контроле все было очень быстро нужно дать паспорт тех паспорт зеленую карту нет и все заполняют долго было немного на таможенном контроле на таможенном контроле нужно было заполнить бумажки и себе знал заранее были заполнил заранее но это буквально пять минут заняло и просто там долго ждал пока все оформлять принципе все еду в лиду настроение хорошая погода на улице плюс два в машине тепло как так полный бак бензина есть там еще не знаю пишет хватит бензина на 640 километров это хорошо может потратить сейчас еще хватит и на больше оставайтесь а я поехал дальше волга как я давно не видел этих машин цены на бензин и вот здесь даже очередь границу это все грузовики грузовики еще раз грузовики фермы работают ужас как же все здесь по-другому по-другому просто все по-другому вот такая дорога по беларуси буквально недалеко от границ таких километров 20 может что меня удивляю удивляла в беларуси всегда вот едешь по центральной улочке забор практически одинаковый на всей протяженности вот я так понимаю старый забор вот этот что желтенький такой его ставили еще давно потому что ну есть более новые заборы не он одинаковый вот просто центральная улица по центральной улице ты едешь всегда одинаковый забор итак друзья 11 часов дня в Литве в Беларуси я только доехал на автолозе с парковкой здесь конечно проблема здесь есть отдельная парковка для такси ну что просто машину поставить ну и вот здесь вот сам автовокзал сейчас найду отца заберу его и мы поедем дальше на Украину зачем кстати все это делается да Рено едет в Украину что с ним будет дальше пока не знаем но наверное больше всего растоммаживать будем вот так выглядит автовокзал аутовокзал в лиге мне нравятся вот эти белорусские названия вы не представляете их обожаю белорусский язык вообще мне нравится очень остановились на заправочке меня удивляют тут на белорусских заправках туалет всегда сбоку здания вот тут вот не в середине вот так Беларусь нефть здесь даже есть для электромобилей электромобили можно попылесосить не знаю за жетоны наверное это все это колеса накачать можно колеса накачать бесплатно а пылесосить пылесосить платно вроде бы стоп или нет и попылесосить бесплатно здесь нет нет куда бросать монетки вот так немножко отдохнем и поедем дальше спасибо Вечером на Белорусский КПП мы приехали в 16.23 И буквально за 20-25 минут прошли белорусскую границу Процедура была ровно та же Приезжаешь, забирают твои паспорта на паспортный контроль Потом приходит таможенник, смотрит машину, все подвечки, подлокотники И все, ждете своей очереди Потом подъезжаете, забираете документы и едете дальше На границу с Украиной мы приехали в 5 часов Там процедура была практически та же Паспортный контроль, потом таможенники и до свидания Две границы мы прошли за час Примерно там час, чуть больше В 16.23 мы заехали на Белорусскую И в 5.30 мы уже выехали То есть час и семь минут Дальше мы поехали по дороге от границы в сторону города Сарны Здесь дорога была довольно-таки терпимой Не скажу ни хорошая, ни плохая Дорога терпимая Давайте не будем забывать то, что мы ехали на автомобиле Рено Алсатис Он довольно-таки высокий Как паркетник Можно сказать, даже как Тойота РАП-4 По высоте он клиренс На 17 дисках, на большой резине И здесь мы ехали 50-70 Это было нормальное Нормальная скорость, конечно, хотелось больше Но нет 50-70 это максимальное, что можно было себе позволить Чтобы, так сказать, не потерять колеса После того, как мы приехали в город Сарны Мы направились в сторону Киева По трассе Сарны-Киев И здесь дорога была замечательной На всем протяжении То есть здесь можно ехать спокойно 120 км в час себе Правда, минус это то, что одна полоса туда Одна полоса обратно Но если ехать внимательно, аккуратно То можно спокойно себе ехать Хорошо И приехали домой мы в 22.30 То есть получается, что мое путешествие началось в 7 утра И закончилось в 22.30 За 15 часов я добрался из Вильнюса в Киев к себе домой К родителям домой Хочу отметить еще Беларусь Бесплатные дороги по Беларуси Мы ехали исключительно по бесплатным дорогам Они хорошие Машин там ездит мало Можно себе спокойно ездить Минус только то, что ограничения Ограничения 90 км в час И населенные пункты Населенных пунктов много В некоторых населенных пунктах Ограничение падает до 40 км в час Там, где школы и все такое прочее Беларусь меня очень удивила Практически в каждых селах есть свой колхоз Который до сих пор работает Это, конечно, удивление Для меня это было огромное удивление Дороги хорошие Ах, да, еще много камер фотофиксации движения И мы встретили очень много полицейских на своем пути Так что, если едете по Беларуси Особенно, я не знаю, по платным дорогам Есть такое или нет Но по бесплатным дорогам Очень много полицейских Так что, будьте внимательны А сейчас посмотрим, как прошел день В моей жены Как она его провела И в следующем видео Жду вас продолжение моего путешествия 48 часов Вильнюс, Киев Вильнюс Я собираюсь на учебу Сейчас уже около 4 часов вечера дня И на улице темно, само собой Я одна сегодня целый день дома Пыталась готовиться к экзамену И сейчас поставила Может, вам слышно, как чайник кипит Чтобы взять с собой чаю в университет Переживаю Потому что сегодня какой-то такой Волнительный день И экзамен на носу И Саша уехал Я волнуюсь, как там Все эти границы проходятся И как-то Мы постоянно вместе И я уже даже немного Отвыкла От того, что Иногда бывают моменты Когда ты остаешься один Хотя до этого Мы вам потом расскажем Скоро До этого Мы где-то полтора года По сути, жили на Несколько стран На две страны Три И просто вот Сейчас я сразу вспоминаю Как было раньше И это было тяжело Хотя, когда вы всегда вместе Это тоже тяжело Это Ну, своего рода Мы пытаемся компенсировать То, что Потеряли Хотя я не считаю, что это была Большая потеря Это был опыт Я только что вернулась Со своего экзамена Это у меня был Мид-терм экзамен Как бы Промежуточный И я не знаю Зачем Я полезла в книжку Проверять ответы В которых я была Не уверена Скажем так Только расстроилась Потому что Изначально Это были тестовые задания Вроде ничего сложного Но я ожидала, что будет легче Хотя я достаточно Основательно готовилась Распечатала полкниги Всё почти прочитала Но когда пришла Вопросы были Ну, как бы Посложнее Чем вообще Я думала Ну, думаю, ничего Буду просто вчитываться Сначала Карандашиком Намечу себе ответы А потом Отведу Ручкой В итоге Было Несколько вопросов Когда я Карандашиком Обвела правильно Ну, сработала Может быть Какая-то Зрительная память Что я в книжке Это видела Но ручкой И, ну, я подумала И ручкой Отвела вообще Другое Неправильное Я сейчас Так расстроена Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому